Я только начала снимать, хотела сказать вступительное слово, а Ариша начала меня объяснить, что я бестолковая. Ну короче, мы возвращались с фотографии с маковых полей и да, там так красиво, господи. И что думаете? Вот машины вдоль дороги припаркованы и я такая иду, 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 открываю дверь и сажаюсь в другую машину, к людям, а люди сидят такие, люди, вот реально, да, да, Аришка такая, Инна, Инна, я даже вышла с поликлиники, вызвала такси, ну ой, что-то быстро приехала, раз, и села, а это, а вы куда? А вы куда? Я знаю такое. А я вообще других людей жду. Что думаете, мы опять из колонна? Ребята, Кита, кушайте, девочки, потом все остальные дела потом. У нас нет больше никаких дел. У нас больше нет никаких дел. Что-то поесть. Маркушу лежат на диване. Проголодались, да? Да. Ну как проголодались? Мы не голодом, Марина, мы не голодом. Спасибо большое за бутерброды. Ну, слава богу, слава богу. Да, мы пошли еще в кафешку, мы там со сладостями чай попили, там туда-сюда. Мы с голода не умерли. Умерли? Или нет? Вова, естественно, пил только водичку, гулял с Адамом, это да. Вова, молодец. Это время 15 минут седьмого. Приехали мы. Вот. Сергей выбрал то, что ему нужно заказать. Я могу... Сергей, давай, показывай. Я на видео посмотрю. Вот это. Подожди, мне нужно зафиксировать. Вот эту синюю? Мне кажется, вот это вот его номер. А, артикул. Да? Так, возможно, не знаю. Что еще? Ну, я тебе остальное показал. Вот это вот. Ага, вот это я фотографировала в прошлый раз. Да, и все. Вот это у него. Точно, точно. Вот это номер его, да? Все, я думаю, что это артикул, да. Я думаю, что артикул. Сережа, у нас нет ремонта, что ли? Есть. Вон, ваш любимый супруг водичку пьет с лимоном. Ну, да. Ариша. Уха. И с какой рыбы? И с красной. Лосось. Лосось. Вы посмотрите, сколько добра. Все может... Я прямо так. Марина, не много ли вы рыбы кладете в уху? Не, не. Мам, я как всегда с ним ножом, кислотом, с вами не пойду. Хейтеры, хейтеры. Мам, не надо, не надо. Давай чуть-чуть. А. Куркума. Вот, смотри. Подожди, куркума левее, левее. Вот это? Левее. Вот это вот закрыто. А. Я всегда, я добавляю. С куркумой? Что это сам? Не надо. Не буду, я попробую. Нет, это вкусно. Ну, это на вкус и цвет товарищи нет. Ну, и куда вы хотите, по крошку, ой, не в крошку, а это... С лимончиком очень вкусно, кстати, да. С лимончиком очень вкусно, кстати, да. С лимончиком. С лимончиком. Я забыла, я сегодня ела и забыла. Вот это очень вкусно. Это выглядит так, обалденно. Кушайте, кушайте. Че, Ришка? Вкусно. Мама, ты можешь так готовить? Не знаю. Ну, она хорошо готовит, конечно. Да. Да, после блюда очень вкусно готовит, больше в духовке, в духовке она нам запекается, очень вкусно, да. Духовка, вы что думаете, духовка? Духовка. Духовка. Я там слушал только от этих людей. Духовка, в моем понимании, духовка, это духовой шкаф, где запекают. В понимании семьи Авраама, Авраама, да, пролезгала? У них духовка, все, что приготовится в духовке. Например, картошка с мясом. Я сегодня буду делать духовку. Вот так вот. Это значит мясное что-то обязательно. К картошка-то так. А завтра будем делать мангал. Да, да. А мангал, это типа шашлык. Не, ну мы так не говорили. Ну, мангал... Теперь можно говорить, да. Это ты, но... Да, это я подсмотрела у девушки из Дагестана. Мы будем делать мангал. Это значит шашлык. Да. Интересно. Это у вас что, мотивы Крыма? Это какое-нибудь ласточкино-гнездо? Нет? Нет, нет. Не ласточкино, оно близко. Ну, что-то Испания. Что-то хорошо мне нравится. Это Испания или Крым-то? Италия, может быть, какая-нибудь. Ну, куда вы шли? Не знаю. Я прям уверена, что это будет очень вкусно. С ног шибательное. Я уже ем. Вот это блюдо, чтобы если что-то попадет. Я поняла. Ну, я положила туда... Это пюре и этот... Солк. Грибно... Короче, я придумала сама. Грибно-бобовый. Я придумала сама. Грибно-бобовый, да. Грибно-бобовый. Грибно-бобовый. Я не обманываю, например. Про рассольник же я вам так не сказала. Про рассольник, а так себе мой, не самый любимый суп. Уха очень вкусная. Очень. А это что, форшмак? Да. Ну, там то, что мы вчера ели в Йосик-Конкот. Да. Решили свежим вашим мясом накормить. Какие натыки говорят. Ну, серьезно, я думала, что это... Как его? Тартар? Нет, не тартар. Я думала, что это... Вот форшмак... Как это, Марина? Как сделали? Селедка, лук свежий через это... И яйцо. Ну, я туда обычно сыру нужду еще. Ну, такой мягенький всегда. Ну, не было, я и не хотели уже идти никуда. И так, на столу. Так что такое? Ну, вот она же сказала, ингредиенты-то какие. Три ингредиента, все, три положено. Да. Обычно четыре. Масло, струбочное, что надо. И вот. Все, приятного аппетита. Попробуем его. Но ощущение все равно, как это, как будто бы сырое этот. Как сырое мясо, как фарш. Ну, наверное, обычно... Нет, на запах. Так, а это девочки, вам как в ресторане. Будете на форшмак. Потом дын-дын скажу, что это елочка. Вот. Спустим, бочки. Спасибо. Вот, мне кажется, вот такой больше похож на форшмак. Ну да, он больше, потому что там практически не было лука. Там очень мало лука было, мне кажется. А лука надо много. А Марк любит лук. Он поел? Он ел форшмак? Марк, на тебе. Он селедку не любит. Он же на море сегодня был купас. Пацанами. Ходил. И такой, бабуль, дай мне в окно этот... А я лук резала как раз. А он говорит, бабуль, дай мне в окно этот... Ленца большое. И отрежь мне, пожалуйста. Лук. Ой. И вот так лука съел и пошел. Это как в видеороликах. Это как в видеороликах маленький ребенок. Видели? Так вот, слезы бегут и лук ест. Девчонка маленькая. Ну да, и лимоны. Помнишь, башки? Доверешь, башки? Дай пробовать деткам лимон и показывай. Ну, форшонка, допустим, не мое это блюдо. Ну да. Для любителя. Знаешь, просто... Вот ука мое. Если бы там был сырок вот... Нет. Вообще, наверное, вчера, когда мы ели вот в ресторане в еврейском, наверное, он правильно приготовлен. Нет. Ну, я не знаю, как там было. Нам там все правильно, там все по... Да, по признаку рамки. Там же национальная кухня. Ну да. Вот это вот... Я согласен по-националистски быть. Вот среднеземноморская. А, ну да, да. Красная рыба в Черном море же не водится? Вот такая вот лосось. Нет. А не... А сютры есть. Ну, это в Азовском море. Зато у нас есть акула. А, стопи, чатран. Акула черноморская. Седовная. Седовная. А тут белое мясо вкусняшка. Я знать-то ела. Я знать-то ела в судаке на каком-то рынке. Я знать-то ела. Что же ты знать-то ела? Знать-то, кажется... Катрана. Аришка меня спрашивала. Когда я приехала в Евпаторию, Ариша меня встречала с мужем в Шараме на автовокзале. Я села в машину, Аришку разглядела и говорю, ты все бащи и бащи становишься. А она говорит, это что такое бащи и бащи? Ой, тупой. Он говорит, ну, значит, все красивее и красивее, лучше и лучше. Я думаю, знаешь, что в каком-то фильме было? Ну, может быть, он говорит, материт, а мы тут сидим, улыбаемся. Ну, надо же понимать, что это значит. Ну, да-да-да. Обращение. Тут завтра папа на рену подставлю сюда. Ты не позовела на своем... А, позовешь встречание? Ага. Поехали сюда, у нас магазин ближайший. Это фасоль, грибы... Фасоль, грибы, пюре. Вегетарианский ужин. Ариша, получается, ты сейчас избавлена от готовки на вечер. Чай, вичунки. Чай, будьте, чай творить. Зеленый, пожалуйста, если возможно. А ты тоже, Ариша? Черный. Черный с лимоном. А лимон нету? Ну, хорошо. Раз черный. Ну, не видимо, ну, какой-то ищет. В холодильнике долго. Ну, не знаю, я не видела. Пойдем. Салбетки, салбетки. Все есть. Ага. Перевожим. А что? Сейчас найдет. Нет. Нету. Обычно у вас всегда лимон нет. Водим нет. Спасибо. Маленькая спит, устала. Ухайдополуч. Как звоночек. Ну, вкусно, значит, ешь, накладывай. Нет. Я уже на елочку. Давай поем. Я бы по-ву. Ешьте. Ты, конечно. Дом. Она островатая. Я немножко туда, это, перчика красненького. Все правильно. Ага. Ты покушала? Не буду много мизу. Нет, ты побольше вот этого сверху положила. Да, прям сверху дели. Я вот картошки хочу. Мне не едала ее давно уже. Не едала? Да. Мы сами же так говорим. Или голодом сидеть. Да. Голодом сидеть. Ну, конечно. Голодом. Я говорю, что теперь голодом сидеть. Годите. Ну, говорит, надо худеть, худеть. Да, сейчас я буду голодом сидеть. Да, вот Риша, как вкусно. Марина, у вас золотые руки? Спасибо. Спасибо. Повезло Сергею 30 лет назад. Да. Встретил? Сколько? 38. А, 38, точно, 38. Сколько? Кстати, день знакомства родителей Ариши. Да. Обалдеть, да, с твоим. Мой день рождения. Вообще просто. А год? Год. Год один и тот же. Ну, так скажите. 19 сентября 1982 года я родилась. Познакомились. И познакомились с прекрасными людьми. А мы пошли на день рождения к одному другу и там встретились. Понятно? Да. И с тех пор не расставались. Вот так вот. И не расстанетесь. Спасибо. Ну, да, Бог. Спасибо. Вы представляете? И оттуда. Вот так вот. Спасибо. Удивительные случаи, совпадения. Это вообще. Так мне Ариша, когда это написала, я обалдела. Ариша не спросила, я говорю. Мы ехали, да, Ариша? Мы ехали. И что-то радует. А мы на день рождения. А так, а девять. Ничего себе. Вот так вот. Прикинь, я клёво. Мы же каждый год отмечаем день знакомства с тобой, день семьи нашей. День приезда в Крым. День приезда. А когда мы приходим? Какого числа? Какого? Мы в 95-м году. 5-го? Нет, 18-го. Нет, мне кажется, 5-го. Вот мы постоянно забываемся. И поэтому празднуем два дня. Подожди. Мы 19-го апреля приехали. 19-го? Да. 19-го апреля? Мы забываем, да. Вот это папа, конечно, неправильно сказал, что мы это. Нет. Мы забываем. Да, Марин, но не 5-го. Ну, не каждый раз забываем. Не знаю, вспоминаю. Кто опять забываем? Да. Так, запишите себе уж где-нибудь. Да надо где-то на доме написать. А сразу же в этот дом заехали? Нет. Нет, а ты что? Мы квартиру купили, двухкомнатная. Да, дурочки. Чёрт, где за линией? Там, где большие дома? Линия, это за ЖД вокзалом. За ЖД вокзалом. Я вот не бывала. Я в бинокль с 5-го этажа на море смотрел. Да. В бинокль. Ну, раньше меньше было построено, да? Да. Потому что мы были простые раньше. А потом поменяли сюда. Никого вообще не проверяли. Нам сказали, вот квартира, и тут по приказному парку пройти 10 минут, и вы на берегу моря. Ну, раз и купили эту квартиру. Не пойдя, не проверя, где парк. Не знаю, где вообще. ЖД только не знал. А выяснилось? А выяснилось? А выяснилось? Ну, это ВОК нам послал эту квартиру. На третьем этаже жили сургутяне. Тоже, представляете? Вы с ними встретились. Потом мы познакомились. Они, кажется, тоже с Сургута. Да. Но они приезжали в Сургут поработать, и они вообще с Крыма. И у них тут жила бабушка, а у бабушки этот сосед. А там рядом бабушка. Мы поменялись. Тут в комнатной квартире. Тут разворюшечка была. Вот на этот дом. А была разворюшка и двор. Самое ценное. Еще доплатили в Крыму сумму денег. Тысячу долларов доплатили? Да. Ну да. И все. Это в 96-м году. Да. Тысяча долларов было. Там много было? Хорошие деньги. Ну, хорошие деньги. Ну, гривна была тогда. Ну, если я купил квартиру, то за 8 тысяч долларов, да? За 8. А, ты чего еще доплачил? Хорошие деньги. Еще тысячу доплатили, да. Мы его заселили. Мы там заселились. У нас было все евро в ремонт. Ну, на те времена. Жил мастер по ремонту квартир. Все в кафеле. Он благополучно. С телефоном. А Аришка здесь родилась или в своей квартире? Стой. 20 дней было, как привезли сюда. Не, я делал ремонт здесь. А Марина тоже лежала в больнице. Ну, делали, провели газ. Тут все. Тут и что делало. Они воды, не газ, и ничего. Ну, да. Тут печное. Им это машинки, да, и привезли ее сюда делать. Да, я приехал в Тойоту. Ой, такая маленькая была. Кто маленькая? Я. Малышка. 20 дней. Ну, понятно. Вот так вот. И начали тут тогда уже. Ай, как, давай, давай. И все вот это сами строили. И только денег уходили. Конечно. Вообще. Отработаем в сезон и все потратим на стройку, на ремонт и на все. Понимаешь? Если бы была бы куча денег, конечно, мы вызываем шикарно сразу. А так, то-то-то-то-то. У вас очень хорошо. Очень хорошо. Ну, главное, хватает, да. И так-то вот, что-то будет на сдачу. Хватает, хватает. И пускай будет еще лучше. Знаете, как говорится? Не будет. Да, нужно говорить Богу. Мы живем, мы живем богато, спасибо. А Боженька скажет, да они еще не видели, как богато надо жить. А они уже благодарят. Поэтому дай-ка я им еще дам побольше, чтобы они поняли, что такое жить богато. Правильно, Ирина, говоришь. Правильно. Да, да. Я всегда говорю, я живу богато. Я живу богато. И думаю... А мы еще благодарим всегда. Да, всегда, конечно. На хлебушек с молочком, с икоркой есть. Спасибо. Спасибо, да. Я тоже, я прям вообще... Я с собой на вынос дам. Нет. Поужинать потом. Нет. Время, время... Я сказал, конечно, утром. Я знаю, что? Мне нужно посмотреть, во сколько мне надо... Ты не торопись. Да я не тороплюсь. А ты от автобуса? Я просто думаю, знаете что? А вдруг там автобус в Судак идет, так же, как в Евпаторию из Ялты два раза в день. А может, я могу сейчас посмотреть? Посмотрите, пожалуйста, расписание. До Судака. А потом из Судака я поеду в Волушку. И в Гурзов. И все. И аэропорт. Евпатория Судак, купить билет на автобус. Да. Да, он мне километраж показывает. У тебя привычно, чтобы километражы смотреть. Мне пиши расписание автобуса. Ладно. Да, скажи так. Ладно, сейчас. Сливочек, что-то. Как уж я думаю. Это у кого? Это у меня, у меня. Это просто очень вкусно. Я прям не могу, не могу прям... В общем. Сейчас мне все скажут. Марк. А? Давай руку. Рада была знакомству, дорогой. Я тоже. Вот. Кстати, очень воспитанный мальчик. Вот так вот. Обалденный. Просто вчера просто хвасталась. Вот такие маленькие мужчины должны быть. Девушек пропускает вперед. Это так приятно. Мы с ним вчера ходили в магазин. Сергей, пойдем выходить. Так, а я что-то шлепка-то где? Вот именно работа. Работа, работа. Это вот так вот по-крымски. Иван во дворе. Ну да. Ну прям... А подождите, а если у вас пойдет дождь? А у нас навес. А навес? А-а-а. А-а-а. Раньше не было навеса, да. Мы сидели. Вот все. А так вот садимся. Диван во дворе. Красота. Кто-то зашел. Конечно. Кто-то сюда может на стул посадить. Конечно. Стулья достали, раз, тут сели. Да. Тут музыка. В окошко все подали. Бутылочки. Закусочки. Как красота. Экспозиции. Это так уже. Это вы думаете, что вы думаете, что у этой милой женщины в руках? Марина, туйсок с едой. Туйсок? Туйсок. Да, да. На ужин, на зал. Ты как? Ой. Марина, большое спасибо. Я беру. Я беру. Аришка же идет уже. Тогда убираться будем, папаша. Ничего, берем. Успейте все. Нет, он там уже... Первого июня. Он там даже уже убрал чуть-чуть, да, Север? Все, не молодец. Конечно. Пойдем, стойлик. Пойдем, дай. Золя, завтра сдаю вакту. Это, как говорится, вакту сдал, вакту принял. А Марк, ты что, домой? Потому что там часть я поставил. Нет, он велосипедик, вон велосипед стоит. Все, Сергей, спасибо за гостеприимство. Завтра утром приду. Завтра утром приду с вещичками на выход. Ага, хорошо. А Ариша, куда тебе вверх, да? На ту улицу. А мне туда вниз. Через улицу, Ариша, да? Или через дверь? Улица, ну да. Здесь, здесь. Посмотрите, балкончики, балкончики. Красить надо, красить. Ничего не надо, наоборот, какая-то, наоборот, цвет-то какой приятный. Маки растут везде. Все, я приду завтра с вещичками. Благодарность. Дай-ка обниму. Дай-ка обниму. Он как родной человек, я как не могу. Пока. А, Аришка, я тебя же не увижу больше. Да. Ты же завтра на работу пойдешь. Все, я еще не иду. Подожди, Марк, все, отключаю. Все. А может, еще реально в этом? По вашим зрителям, пока. Пока. Все, мне нужно попрощаться с Аришей. Я же не подумала. Марк, Марк. Последняя ночь в Евпаторию. Я завтра уезжаю. И завтра уезжаю. Крыл настолько прекрасен, что я себя здесь ощущаю вообще просто как дома. Как дома. А когда люди такие хорошие тебя принимают, это вдвойне. Это просто, это супер. Вот просто, если вы приедете в Евпаторию, в гости к Марине, с Сергеем, вот договоритесь о съеме жилья, у них два гостевых дома. Вот прям реально, вы не прогадаете. Что дом, в котором я живу, в Касатках, что вот этот вот гостевой дом, Ариадна, он так и называется, ну, в честь Аришки. Это вообще-то вот энергетика у людей. Хочется отдыхать, жить, радоваться. Ну, я завтра с утра собираю вещички и в судак. Мне нужно перейти дорогу. Кстати, машину пропущу и перехожу дорогу. И все вот у меня туда, очень близко, все близко, все как на ладони. Рюкзачок за плечами, жратва здесь. Как мама. Вот реально, как мама. Ах, где-то восемь часов. Все колосится, все зеленое. Ну, какова красота. Это что, дубок? Ну, судя по листью, мне кажется, дубок, да? О, высветилось сообщение от телефона. Заряд аккумулятора 15. Зарядите телефон. Доснимала. Весь день в пути доснимала, доконвертировала видео. Два уже загрузила. Ой. Вот там, чтобы вы понимали, это круг, где трамвай, конечно. Все, я уже практически на своей улице. Летом в жару классно. Тинистые улочки. Красота. Сегодня 23 мая. Майя. Все. Видите, я петляла, петляла, петляла. Я не снимала только одну минуту пути. Вот, три минуты ходьбы буквально я вот в доме в своем. Ну, как в своем. Кстати, можно договориться его купить. Как-то сама подумать об этом. Неплохо иметь недвижимость в Викпатории. Неплохо. Вот прям, да. Вот. Какой дорогой иду. Вот. Вот сейчас вот так вот. Второй дом мой. Котики, котики. Ну-ка. А ну. Чем-то пахнет так вкусно. Котики. На каком языке вы говорите? Не шибко, да, да, баски? Я тебя не буду пугать, ты чё? Цвет. Кот под цвет песка. А вот этот с ошейником. Линяет, линяет. Видите, какой бочок. Ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Напугался, что ли? Я тебе... Ой, посмотрите, он больной какой-то котик-то. Малыш. Да ты чё, малыш, ты чё боишься? Вот ребята вышли из дома. Прям запах счастливой жизни. Вот вообще. Вот это очень вкусно. Очень. Просто вообще. Угу, угу. Сегодня обрвали куст во дворе. Завтра всё вывезут. Ой, вот они обрезали этот куст. За сезон другое всё вырастет. Так, всё, ключи надо открывать дверь. Слёжечка достала. Ух ты! Убрали все стры материалы из угла. Всё сделали. Осталось только ведро, совок, швабра. У-у-у! Работа ведётся. Здесь в угле лежали. Знаете, в чём? Эти... Плитка, которую крыльцо делали. Так, каким он вот с этими замками? Так, одна рука у меня не справится. На! Всё! Ху! Всё! Отлично! Отлично! Лебеди! Это же хлебушек для лебедей. Подожди, может пойти отдать? Я же сегодня утром не успела. Подожди, наверное, схожу до лебедей. Да! Пойду-ка я дам. Вдруг они не спят. Или утром сбегать. Утром они точно будут. Ну, сейчас время. Скажу, сколько время. Они, наверное, пять уже спят. Ну, а как я могу прийти, да? Как я могу прийти раньше? Сейчас ещё выясни... А, вот на телефон. Ну, время восемь. Они опять уже спят, лебеди. Да, ну нафиг. Завтра утром пойду кормить лебедей. Закрою этот свой гештальт. Всё. Доброго вечера. Я в душ. Мыть голову. Частично собирать вещи. Загружать видео. И спать. Завтра утром я. Судак. Завтра утром я. Завтра утром я. Продолжение следует...